Ребята в очень тяжелом состоянии и какое количество альбумина нам нужно будет, мы пока еще не понимаем. Татьяна – волонтер. Именно она кинула клич «Срочно нужны доноры для бойцов АТО». Это не ранение, это заболевание у ребят. Но тем не менее, там вопрос стоит цена жизни. Решил помочь людям, которым может пригодиться эта кровь, поэтому спасет человека от какого-то жизнь, здоровье. Сегодня на станции переливания крови очередь сдавать кровь для бойцов АТО, которые сейчас находятся в реанимации, пришли сотрудники полиции. Многие из них и сами воевали на востоке Украины. Я есть участник боевых действий, я есть фельдшер подразделения нашего. Они раз выезжали в зону АТО. Поэтому в данный момент для нас и для меня лично приоритетнее помочь людям, особенно участникам боевых действий, сдать кровь. Я знаю на своем личном примере, что это будет им на помощь, поэтому мы всегда своим подразделением в таких случаях помогаем. Даже если там гражданские случаи, там были и детям помогали, которые с раком и заболеваниями. Такие акции для полиции уже стали постоянными. Сегодня у нас будет до 50 сотрудников полиции, в том числе и я. Мы это делаем регулярно, раз в две недели, раз в неделю. Завтра мы сейчас передадим эстафету другим подразделениям полиции. Мы понимаем, что это как бы маленькая капля в море, но если каждый будет так делать регулярно, как мы это делаем, это несет определенную лепту и помощь для наших бойцов, которые защищают нашу страну. Несмотря на проведение различных акций, на станциях переливания крови все равно не хватает доноров. Любая помощь здесь ценится очень высоко. Большое спасибо, что откликнулись ребята, потому что, как вы понимаете, крови всегда не хватает. Всегда есть недостаток доноров, тем более активных доноров, те, которые не впервые попадают к нам, а приходят не один раз, а через два месяца можно повторить. Поэтому, конечно, большое спасибо, тем более, что сегодня есть борт в 411 госпитале, пострадавший в зоне АТО. То есть вся кровь пойдет по назначению. Сдать кровь может каждый желающий. Возможно, именно ваше решение прийти на станцию переливания в Бисквитный переулок спасет чью-то жизнь.